Так, в эфире же? Твич, давай, 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 не будь как в прошлый раз. В эфире, да. А ты выбрал, какой, кстати, северный? Ну, я не менял с прошлого раза. Вот он как стоит, Швеция, так и стоит. А, ну, отлично. Будем надеяться, что он не будет тормозить, как в прошлом. Я не рискнул, короче. Ну, да. Так. Привет, парни, да, Барсик, начал тебе стрим на Твиче, проверяй. Так. Даже шутка какая-то не смешная у тебя получилась. Да, да. Что в этом смешного? У меня сейчас ребенку, короче, сделали БЦЖ, его еще два дня нельзя купать. Это, короче, прививка от... Это, короче, вакцина от туберкулеза. Ага. Вот. И он, поскольку... Туберкулеза бывает вакцина? Да, 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 да. И, короче... Почему всяких там зэков не прививают? Так их прививают. Вот. В основном в детстве просто, когда вакцина уже кончается, знаешь, они садятся, как правило. Суть вся в том, что ребенка до этого из-за Монту нельзя было купать три дня, а сейчас еще из-за БЦЖ нельзя купать два дня. А вот, поскольку не купанный, он нервный просто пиздец. Триггерится вообще с любого шороха. Отходишь по дому, как это, как будто, я не знаю, играешь в МГС-3 на уровне сложности Биг Босс. Так, а как же поиграть в лучшую часть Undercover? Хорошая шутка, да. Да, конечно. Undercover, нет. Лучшая часть это это, как ее, Run. Ага, да, конечно. Воу-воу-воу-воу. Точно, Run. Yeah, boy. Мы играем сегодня в Need for Speed Most Wanted, причем Most Wanted, который оригинальный 2005 года. На удивление, у игры оказалась блестящая поддержка фанатов, то есть существует отличный большой фанатский патч, который подробно адаптирует игру к white screen, адаптирует интерфейс, вводит поддержку новых геймпадов, и даже иконки Xbox и PlayStation. Вот. Все это прекрасно. Какой-то фанатский патч его надо ставить, да, или что? Да, его скачиваешь, он маленький совсем. 5 мегабайт, что ли, есть. Вот эта DLL-ка и наборы нишников, которые ее управляют. Вот. Она как хук подсасывается к игре и ее перехватывает. Ну и короче, суть вся в том, что это прекрасно встало на мою лицензионную копию игры. Я охренел, она еще 4 диска эта игра занимает. В смысле CD-диска, потому что DVD тогда в России были не в моде. Я, кстати, не помню, я играл на 36-м Xbox, и там был один. А, один DVD, да. Да, DVD. А на ПК еще CD-сидюки были вовсю. Вот, потому что ПК, поскольку лучшая платформа, CD-приводы сильно потом пришли в массы. Ну, DVD-шки были дорогие, да. Ну, это то же самое, как с Blu-Ray, на самом деле. Да, да. А Blu-Ray так вообще так не пришел на ПК. То есть, на ПК просто умерли оптические приводы, как это. Ну, единицы стояли Blu-Ray, на самом деле. Вот, у меня есть Blu-Ray привод, который я иногда использую на компе через переходник. Переходник, короче, SATA на этот, на ноутбучный вот этот вот SATA, короче, плоский такой. И это Blu-Ray привод, который у тещи в ноутбуке вайо давно накрывшемся стоял. А, такой маленький, что ли, плоский? Да, 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 да. Потому что, блин. Так, что там у нас пишет? Короче, NFS встрау и так полупустойнейший гонок на ПК и встрау давно RIP. Ну, это Electronic Arts. Сегодня как раз из BioWare ушел Community Manager Anthem. Так мы узнали, что он у игры был. Так что, видите, все-все-все весело-весело. Но, на самом деле, сегодня будем вспоминать приятное. Давайте я, наверное, переключусь на игру, почему бы и нет. Сейчас игра появится, я надеюсь. Надеюсь, пока не появилась. Угу. А, появилась. Так, у нас, как видишь, он иконки PlayStation. То есть в интерфорсе прямо. Иже, да. Так, агару писал обзор на NFS? Да. 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 Я могу гейна чуть-чуть добавить. Так, я чуть-чуть добавил гейна. Вроде должен быть вроде с тобой. Посмотрим, да, вроде нормально. Тут проблема вся в том, что, короче, у меня в последних двух выпусках подкаста достаточно паршивый звук. Из-за того, что винда накатила опять апдейт и распидорасила то, как управляется в блюете. Раньше он полностью управлялся с ручки гейна, а сейчас еще в системе его надо убавлять. Это прям вообще боль. Добро пожаловать в... ...э-э-э... ...конфьюторы. Ой, блядь, а... а-а-а-а-а-а... А чё, а чё ролик-то не управлялись по громкости? Короче, мы его пропустим. Терпение. У нас исправили за какой-то, по-моему, код 6-драйверу, подоставлен от полицы. Мне надо на всём высокая значка адреса с скачоком-кодом. Гитра. Что происходит, что ли? Это управление громкостью? Игровое не работает в кат-сценах. Кат-сценам похуй на то, что ты на стрейку поставил, понятно выражаться чем ты поставишь микшер винды ставить микшер винды не слушается эту игру я пробовал смысл и слушать тебя снова громко сейчас убавим проблемы сейчас интересно где тут газ потому что тысячу буду чудесных времен когда на крестики да на крестики сейчас мы как раз поставим громкость другую это же чудесных времен на нас сад full droid подписался четвертый месяц подряд а нет у тебя почти не слышно это у макса как херня у меня я говорю как говорю так сейчас микрофон прям в него погодите парни погодите макс про камеру забыл есть это да макс про камеру забыл макс про что забыл час секундочку сейчас секунду мы убавим игру так до 20 стандартных так один поговорить раз два три раз два три так и я в общем то примерно так же и прыгаю у нас примерно одинаковый уровень так все все нормально все не страшно все хорошо все хорошо кроме того что все плохо так все так окей на крестике рестарт если игра будет слишком тихо и скажите типа как сгорел твоя видеокарта она сгорела макс как сгорел твоя видеокарта перегрузила и что да или что на самом деле я спокойно выключил компьютер и в один прекрасный день утром она просто не выдала картинку и все то есть я включила она перестала выдавать картинку тварь такая и тут уже я ничего с этим сделать не могу к сожалению блин она реально нативно поддерживает долл шок прикольно очень непривычная физика собираться со всей фигней да гулял пушите видеоигры из 360 иксбокс и блин вот это вот грязно-коричневая палитра она кстати примерно сына фасад и ночевать не только герзофори на был а это герзофор был после понимаешь на фэсбук первой игрой с этой такой реалистичной палитры и дан я играю на геймпаде машину управляются да как барджи вот это знаешь это то что вот я до герзофор шестнадцатый а вы пищи 26 год ноябрь а это две тысячи пятой да получается ну каааа как она называется most wanted я причем хорошо запомнил потому что я играл в нее на пк а а потом она вышла на иксбоксе 360 вот и у меня как раз он только-только появился я решил что надо ее попробовать там то есть графон оценить некстгеновый герзофор вышла через год после этой игры на ноябре а она реально вот такую вот зелено-коричневую гамму задавала то что там все игры были такие ты вспомнишь что это был типа как это дар кан канк рите да 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 дар канк рите видеоигра тоже была типа микс ген то есть ты берешь палитру убираешь как бы игра становится максимально реалист такого графона вы просто никогда не видели Бля, я некоторые эти трассы наизусть помню Ой, не ты один, ты что? Ну, физика, конечно, максимально линейная Здесь ничего не скажешь Ну, знаешь, криво Ты на наших ретростримах всегда Одно и то же всегда происходит Ну, я... С исключением можно по пальцам пересчитать Вот, серьезно Каждый раз происходит откровение Оказывается, мы не так помним какие-то вещи Которые нам очень сильно нравились в свое время Криянуш подписался 6 месяцев подряд Всем привет, моя любимая часть... Да, Криянуш, да Всем привет, моя любимая часть Interground 1 Мы, кстати, ее стримили, да Она сохранилась еще хуже Да, мы ее стримили Я не помню Там совсем-совсем утюги И вот этот Blue вечно везде Это же прям пиздец был Ну, короче, я к тому, что Ты изо всех сил такой, типа Да, это были лучшие видеоигры Почему и сейчас таких не делать? Потом только возвращаешься в эти лучшие видеоигры Понимаешь, что... Что-то как-то... Может, лучше в современное что-нибудь... Я не понял, Валя, ты быканул? Я когда помню, в самый первый раз купил Most Loaded Я от копов гонялся что-то порядка 40 минут Прежде чем до меня дошло, что это, в общем-то, не вся игра А, да? Да Мне причем всегда очень нравился Hot Pursuit Из всех Need for Speed'ов, который третий Мне очень нравилось, что они в Most Loaded вернули полицию Официально так нам занесли А мне нравился High Stakes Харухи Судзуми Занесли там 10 евро Ловите за любимый Need for Speed'ов Спасибо тебе, Харухи! Мне нравился High Stakes, который был на первой Toy Station High Stakes был классный Не, у меня самый любимый Need for Speed'ов Это четвертый, по-моему Я не буду это скрывать Это Porsche Unleashed на ПК Потому что это первая моя игра на руле И там была восхитительная поддержка руля и Force Feed'back И, собственно, после Porsche Unleashed'а я влюбился в гонки Как в жанр Ты начал в них очень регулярно играть Ну и к тому же Porsche Unleashed была, наверное, единственным NFS'ом Которую задумывали и делали как сим-каду от начала и до конца Это заметно Мне, знаешь, что не нравилось в Porsche Unleashed? Я просто играл не на ПК, я играл на... А, то есть это другая игра совсем Не, она хорошая Ну, то есть я не могу сказать, что она прям там говно и прочее Но проблема у меня была в том, что Там была, типа, компания Ну, то есть ты начинаешь этим водителем, начинающим, там, типа, Porsche И, соответственно, катаешься на разных тачках И начинаешь ты с классических Porsche То есть ты не можешь выбрать там себе сразу же каких-нибудь из последних машин А, допустим, в High Stakes ты мог просто зайти и сразу же взять себе Lamborghini Diablo И просто гоняться от копов чисто по фану То есть не было такой ерунды, что ты мог взять там с последней Porsche И сразу начать гонять Хер тебе, лысый, сначала пройди компанию Ну, вот И, соответственно, у тебя в самом начале были те Porsche, которые, знаешь, там 58-го года классика Такой, бля Там, 72-го года Там, такая концерт карта Чуть-чуть-чуть будет отремапить управление Потому что вот немного ебанутая Но это я чуть позже сделаю А чё не так с управлением? Ну, у меня, например, на... Знаешь, где нитро? На кнопке share А, да? Нихуя Ага Очень-очень удобно, кстати Да, прям обосраться Макс, напоминаю, что тут есть выявление времени Я знаю, надо только... Надо только понять, на какую кнопку его игра замапила Я это потом сделаю В перерыве между этими Опять свою говно и мочу играете Да, это щупа в глювете Я всё спал, что это... Тимур Тимур, да Здравствуйте Здравствуйте А, ты играешь в какой мост вон тот? Да, который Мне кажется Мне кажется, я играл у него на Дикбоксе 360 Нам тоже занесли опять Да, 350 рублей Макс за Porsche Да, кстати, можно Потому что я таки нашёл, наконец, патч Который возвращает игру в нормальный рендер Ибо в том рендере, в котором она работает без этого патча Там адски пидорасит текстура И можно, в принципе, будет На каком-то из ретростримов Porsche он лишь постримить вполне А она, скорее всего, делась Какой-нибудь 3D эффект Не-не-не, там 3D Direct 3D обновляется Короче Ну что, я могу вам сказать, что Последние main for speed, которые я играл Которые оказались более-менее адекватными Это первый был Carbon Мне он Несмотря на то, что его многие хуесосили Мне он понравился Вот И Мне понравился Rivals Его многие говорят, что он говно Я прошёл с удовольствием Мне очень понравился Rivals А всё, что Всё, что вышло после Rivals Я пробовал И мне вообще не понравилось Всё оказалось В Rivals очень удачная физика Там такое сочетание аркады И Этого, как его звать И симулятора Ой, симулятора Аркады И более-менее Ну, что машина всё-таки ощущается И к тому же Мне в Rivals нравилось то, что Там по минимуму вот этого сюжета Там каких-то, блин Мне понравилось ещё то, что там Гигантская карта Которая по чемпионам И там и в снегу И в пустыне покататься Брам Ну, всякие Undercover Ты играл Или там В этот, как он назывался Который, типа На Формулу-1 был похож ProStreet ProStreet Я играл, кроме ProStreet И ещё же в этот В NidfoSpeed Который делал Слайдли Мэтт Студио А, Shift Который Shift и Shift 2 Shift вообще не понравился Shift 2 Оказался каким-то Вообще совершенно Ёбаный парашей Shift 2 Это полный пиздец Я просто не понимаю Как после этого Люди вообще Носили деньги На Project Cars Или что они там делали А, понимаешь Они параллельно с этим Делали ещё серию Хардкорных симов Для отбитых Ну, в смысле Совсем отбитых Даже более, чем я Вот И как бы Упор шёл на то Что они делали эту серию А не то, что они делали Shift Но, ты знаешь Первый Shift был классный Первые часов, наверное Пять Пока ты катался На относительно Маломощных машинах А потом В определённый момент Там появлялись Реально мощные тачки В Shift И там физику Начинало просто Пидорасить Пиздец Когда там, знаешь Машина, которая В реальной жизни Ведёт себя суперстабильно А в Shift Её уносят Просто как шлюху По асфальту И ты такой Что? Что? Ну, но Ассоциация у тебя Одна в путь И другая Ну, какие есть Максим Бля, я Я помню Одним из первых Need for Speed В которые я вообще Поиграл Это был Need for Speed 2 И я в него Поиграл На 3DO О, Need for Speed 2 Я играл на ПК Причём с программным Рендером И это было На отцовском ноутбуке Когда он его Оставлял дома И мы с моим соседом Мальчиком Мы были ровесниками Мы с ним играли В сплитскрине На ПК С одной клавиатуры Ух Это, по-моему Один из первых И он же Последних НФС В котором Был Полмоушен Видео То есть там В первом ещё были В первом ещё были Которые Road & Track Need for Speed А Ну, короче Тебе показывают ролик Какой-нибудь тачки Да-да-да-да-да И тебе прям Видеоролик Реальный Видеоролик Показывают А знаешь, кто эти Видеоролики делал? Заглянем в салон Такой открывает Короче дверь А видеоролики Эти, между прочим Делал на секундочку Журнал Road & Track Вот Это очень популярный Журнал Типа нашего За рулём Американский Вот И Они Настолько были Как бы В глубокой коллаборации Что первая часть Она называется Не Need for Speed Она называется Road & Track The Need for Speed Где журнал Как бы Выступает Этим Как его звать Так, ну давайте У нас сейчас Отняли тачку Потому что Нас подставили Так, Тимур Ну что мы покупаем Нынче популярных Тебе вопрос Ford Focus Смотри, тут есть Lexus Тут есть Fiat Тут есть Chevrolet Тут есть Golf Господи, какой Lexus хуёвый Пизде Что за Lexus такой Слушай, ну это же Старенькая Ну это же АС-300 АС-300, кстати Не самая плохая машина Очень неплохая Я бы даже Тебя сказал Из-за того Что доступна Так скажем Тем более Что это японец Значит они скорее всего Будут тут привязаны К дороге Как верёвкой Нет, здесь такого нету Но он Как бы Я помню, что я в этой игре Купил кобальт себе сначала Мы возьмём Мы возьмём Fiat Punta Потому что я помню Обзор Granda Punta В российском Top Gear Журнале Когда он был ещё классный И там Значит Было так Достоинство Выглядит и едет Как маленький Maserati Недостатки Стоят как маленький Maserati Его и возьмём Видите, кстати Как из-за машины Распидорасил Текстуру дерева А, ты уже проскинул Ладно Ничего ты с этим не поделаешь Слушайте, меня тут спрашивают Досмотрел ли я Эйфорию Я могу сказать Что я не следил Последние ли это серия Но я посмотрел Сейчас вам скажу Сколько серий Я прям сейчас Восьмую серию Я посмотрел Я не знаю Это конец Или не конец Так Если что Всегда брал Лексус Говорят Да не, пацаны Я могу сказать Что и я И мои друзья Все брали Кобальт Ну как бы Мы когда играли В эту игру Так что В общем-то Это нормально Макс, а почему Тебя сверху контроллер Ксбокс 360 А нельзя Другой положить Ну это вот Мой текущий контроллер В чем твоя проблема Он не предназначается Нихуе Сейчас погоди Почему он не предназначается Ты че Ты че Я у меня Сегодня был момент Короче Я Короче Знаешь что Сделал Я сегодня Запустил Этот тактик Согар В OpenM Вот И у меня Два контроллера Утром Как бы Были На руках Только Это Эксбокс 360 Проводной И Этот И DualShock Четвертый Короче Я взял Воткнул Тэксбокс 360 И обнаружил Что Mac На последней версии Больше не воспринимает Эксбокс 360 Несмотря на то Что у меня Установлены Всякие там Preference Пейны Которые якобы Должны это облегчить Так оказалось Что они Короче Все Деинсталились В какой То момент А когда Когда их Короче Реинсталлишь У тебя Зависает Это Приложение Настройки В Mac OS Я понял Что просто Могнул Эти приложения Давно Не обновлялись Короче А Mac OS Просто Ну Не поддерживает И чего Думаете Я короче Взял В OpenM Воткнул Вообще Без всяких Приложений DualShock Попробую Просто Распознаться И все PSP Контрол И там Раскидал И такой Все Давай Пизду Играть Я Такого Короче О по-дому Конечно Совершенно Космическая Вообще Штука Ничего Не скажем Диму Совсем Не слышно С тачкой происходит С физикой Need for speed Диму Не слышно Потому что Дима Ничего Не говорит В смысле Блядь Я Раза три Спросил Что у тебя С тачкой Спросил Что происходит Что происходит Что происходит Я думаю Что ты Дима Не понимает Что происходит Да Да Смотри Равится Вот такой Need for speed В 2005 году Вот такая Тут физика Это я просто Жму на тормоз И поворачиваю А То есть Я просто думал Что у тебя Геймпад заглючил Нет Ты что Это я показываю Как физика Тут работает Когда люди Говорят Утюги на льду Это знаменитый В общем-то Штамп Это примерно К этим Need for speed И отсылает Тот не видел Утюги Кто не играл В старые Вот эти Вот PS2 Страшные Need for speed Ёб твою мать Вот это Заставка Нафиг Я даже Пропустил Я испугался Понимаешь Говорят Что я слишком громкий Поэтому я Микрофон подальше Не Я тебя сейчас Убавлю Тут у меня просто Приходит Прибавлен В этом Мне нравится Что Сонни Это На самом деле Хось Йон И Это Кореец Что это? Ну Сонни Герой По имени Сонни Это на самом деле Кореец Хось Йон Хось Йон У меня есть Тоже знакомый Сонни Которую На самом деле Зовут Санджай Ну Хоть не Лукбе Как Сейчас Я скажу У него Точно что имя Историю С Инстаграмом И Чуркой Да Да Я сегодня Просто Хохотался Весь Потому что Какая-то Какая-то Кто она там Певица Чего она там Поет Рэп По моему Читает А Залия Бэнкс Да она такая Типа разная Поет На самом деле Ну и рэп В том числе Короче она написала Что По русски Причем написала В своем инстаграме Что из последнего Визита в Россию Я вытащила Новое слово Чурка И написал Его блять Сука Толь на футболке Толь на чем Со стразами Да И еще и сказал Что это созвучно Слову Чика Очень похоже Я очень наглядно Представил себе Эту историю Как она в принципе Впервые услышала Это слово То есть История была Наверное в том Что знаешь Я кто-нибудь Акликнул И рядом с ней Кто там ее Менеджер Это означает Чика Очень красивая девушка Тебя хороший назвали Да Она такая Какое слово Интересное Чурка Хмм Давай-ка я себе Запишу Бля Я просто Усас А еще я Усас С объяснения Где какой-то Чувак По доброте Душевной Начинает Ей объяснять Что мол Это Это говорит Плохое Слово Это говорит Как Н-ворд Только По-русски Я Бля То есть Это Ч-ворд Ч-ворд Мне больше понравилось Что у нее там В комментариях Люди начали писать Как Кадзими Знаешь Что-то Эти истории Типа там Дед 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 Хатлан Там Знаете Там То же самое Я начали писать Внимание Я слабонер Советую Покинуть этот Стрим Пойду Пошли Спойлеры Парни Очень важно Пошли Спойлеры Ну А В смысле Спойлеры Они сразу Повем В чем Прикол Ладно Окей Я тупой Сегодня Хорошо Так Какой Тимур Ты делся Что-то Испугался Ты чего Ну спойлеров Испугался Вот и ушел Посмотри Так Дай-ка Посмотрю ОЗ Всегда Хотел Машину Колеса ОЗ В смысле Свою Машину Так Что у нас Есть еще Всякий Ара Тюнинг Так У нас 3000 баксов Мы уже Набрали На 2000 Поэтому Так Checkout Да Покупаем Конечно И давайте Ее покрасим Что ли Так В какой Ну короче Розовый цвет Победителя Я считаю I'm a puppy girl In a puppy world Так И сразу Like a plastic It's fantastic Так Ага Чудесно Так Все Супер Наша тачка Готова Блин А я понимаю Почему здесь Нельзя триггеры Задать На этот На газ И тормоз Знаешь почему Потому что Это еще То чудесное Время Когда в гонках Не было Управления По этим По полуосям То есть Были нажатия Кнопок Нажми на Верхнейших Ты Так проще Будет Не Нормально У меня сейчас Квадратик И Крестик Это Схоже Со старыми Гран-туризмами Так что Привычно Ну это Знаешь Это управление Как в старых КТА Ну и в старых Гран-туризме Да Газ А квадрат Это тормоз А круг Это ручная Тормоз А я так Короче Побеждать Ничего Не знаю Давай Давай Я Сука У У Сука А искусный интеллект Тут На скриптах Он Здесь Даже Не Блин А руки Помнят Все Шорткаты А ты А ты Знаешь Что Здесь Еще Можно Было Проезжать Мимо Какой Нибудь Там Знаю Заколонки Да 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 Не Забывай Это Делать Это Важно Ты мог Заправлять Нитром Трейлер Нового НФС Макс Видел Или Нет Видел Мне Не Понравился Он Какой То Совсем Блин Я Не Понимаю Для Кого Он Серьезно Но Он Явно Не Для Нас Потому Что Мне Кажется Из Нас Троих Он Не Понравился Никому Причем Всем Троим По Разным Причинам Мне Например Не Понравилась Музыка И Озвучка Просто Пиздец Такая Кринжовая Отвратительная Тимур Не Поорался Условно Не Он Какой Нибудь А Максу Не Поорвились Собственно Все Остальное Что Было В Этому Понимаете Оцените Иронию Оцените Иронию Понравился Конечно Очень Могу Сказать Как Человек Который Как Уладеет Этой Маркой Автомобиля Когда Хедлайнером Гоночной Игры Про Скорость Выступает Автомобиль Вольво Вам Надо Всерьез Задуматься О том Что Вы Делаете Со Своей Гоночной Серией Ну Смотря Какой Там Будет Как Б Сюжет Там Не Вольво Макс Там Вольво Полстар Это Вольво Это С90 Просто Ее Спортивная Версия Это Вообще Электрокар Ну Какая Разница Это С90 Это Вольво Понимаешь Это Все равно Что Ты Возьмешь И Выпустишь Игру Про Оружие А там Будут Розовые Единороги Которыми Все Друг Бьют Мне Кажется Ты Твой Хейт По отношению К Электрокарам Это Не Электрокар Из-за того Что это Электрокара Из-за того Что это Вольво Это Марка У которой История В гонках Практически Нулевая Понимаешь Если Ты Хочешь Поиздеваться Над Владельцем Вольво Скажи Что Хрен Полстар А не Вольво Полстар Это Вольво Потому Что Вольво Полстар Это Были Всегда Спортивные Версии Вольво Да А ты Знаешь Про Такую Машину Как С60 Р Например Я В курсе Прекрасно Поэтому Я Не Понимаю Ты Как О чем Ты Говоришь Потому Что У меня Есть Куча Друзей Которые Стрит Рейсеров Которые Ездили На С60 Которые Пятиста Лошадей Разгоняли Свои Движки Как Был Хуярили Там По Насмотру Приезжали Вот Это Все Короче Я Претензий Вообще Не Понимаю Так Блядь О Нормальный Искусственный Интеллект Пусть Низ Ебать Что У тебя Произошло А у меня Произошел Искусственный Интеллект Как Ты Видишь Хуй С Вольво Ты Скажи Чуть Типа Типа Мне Кажется Хуеве Трейлеры Я Просто Еще Не Видел Трейлер Не Понравился Ты Сказал Мне Не Понравился Не Он Очень Понравился А Трейлер Нет Не Просто Мы Начали Говорить О том Что Трейлер Нам Каждому Чем Не Роуги И Вот Эти Все Трейлеры Это Латинос Потому Что Там Девушка Разговаривает Вот Так А Локализация Трейлера Будет С Тем Самым Словом Который Вазали Бэнкс Да Я В последнее Время Очень Замечаю Акценты Потому Что Два Последних Раза Когда Я Сильно Замечил Акценты Первый Как Раз Них Успит Трейлер Где Девушка Разговаривает Как Бейти Понимаешь Что Я Скорее Всего Из Мексики Вот А Второй Чего А Второй Момент Это Конечно Я Файнал Фэнтези Десятый Сейчас Играл И Файнал Фэнтези Десятом Юны Девушка Которая Озвучивает Такое Чувство Будто Два Года Как Приехала Из Китая Короче И Чуть Английский Подучила И Начала Разговаривать Она Прям Реально Как будто Китаянка Покупай Че Стоишь Покупай Подорабливайся Покупай Подорабливайся Покупай Че Стоишь А Узнал В озвучке Джона Димаджо Который Озвучил Бендера И Так А ну Занесли Опять Ниженицын Занес Нам 100 Рублей Мост Воды 2005 Года Последняя Часть Силь Которую Играл Запоем Год Назад Купил Кто Собрались Мы Прекрасно Все Понимаем Знаете Кто Не Понимает Троникард По-моему Вообще Не Отдупляет Что Они Делают Последние Несколько Наверное Лет Даже Ну Я могу Сказать Вот Кстати Я Раз Про Файн Фэнтези Сказал Быстренько Скажу Я В подкасте Рассказывал О том Как Я Через Силю Прокажу Файн Фэнтези Я Короче Дошел До самого Первого Матча Близбол Я Пытался Пройти 12 Раз На 13 Раз Я Просто Удалил Пошла Она В пизду Я Тебе Грую Смотри Ролик Скуни Блять Я Тебе Сегодня Скинул Во-первых Ты Услышишься С него Потому Что Там Такой Охуительный Юмор Во-вторых Там Просто Перескажут В чем Смысл Вообще Все Игры И Ты Понимаешь Что Ты Тимур Даже Основного Пиздеца В этой Игре Еще Не Видел Потому Что Ты Слав Там Такой Ебучий Ад Ты Просто Себе Блять Не Представляешь Больше Всего Я Угорел От Того Что Там Типа Я Почитал Типа Как Пройти Ту Хуйню Я Две Стратегии Нашего Пытался По Стратегиям И Половина Интернета Забита По Ну Там По Блицбол Да Там Выражение Типа Why Блицбол Is So Hard И Типа Why Блицбол Is So Impossible И Проще Вот Это Все И Там Типа Знаете Пишут Вот Эти Люди Задро А я Вообще С первого Раза 5 на 0 Выиграл В первом Матче И Я Типа Вообще Они У меня Вообще Не Атаковали Моего Рота Я Нихуя Себе У меня Не Короче Меня Дичайше Просто Пиздец Как Просто Выписило Эта Ебучая Игра Я Не Буду Нахуй Не Играть Что Самое Смешное Что Вот Ты Выигрываешь Первый Матч Они Типа Становятся Чемпионами И После Этого Они Говорят Что Типа Если Типе Так Нравится Играть В Блицбол То Ты Можешь Пойти И Типа Сейчас Открыт Целый Сезон И Можно Пойти В Каждом Ёбаном Городе В Который Мы Приходить Можно Играть С Людьми В Блицбол И Ты Такой Да Она Крестится Можно Пропустить Ты Знаешь В Жидей Спиздили Для Гвинта В Беремаке Трипл Три Не Совсем Но Сам Фак Что Ты Можешь Сам Фак Что Ты Можешь С Кем Угодно Поиграть В Карточную Игру И Получить Как Карты Я Читал Вот Предпоследний Который Чувак Говорил О том Что За Пойм И В 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 Знаете Конечно Вот Карты Были Прикольные А Вот Эта Хуета Не Прикольная Близбол Нихуя Не Прикольный Ну Я тебе говорю Ты Нужно Пройти Только Вот Этот Туториаловский Близбол Он Не Туториаловский Я С Двенадцатого Раза Не Смог Выиграть Дима Даже Знаю Стратегию О том Как Ты Должен Первую Половину Тайма Типа Прятаться В Прятаться Типа В В В В В В Получить Один Левел Этим Тидусом Выучить Этот Джек Шот Потом Ты Должен За Следующий Матч За Первую Половину Матч Сделать Одно Очко И Потом Прятаться Сука Мне Или Не давали Очко Сделать Или Не давали Прятаться Или Не давали То Или Не давали Сю Я Так Суки Пидоры Просто Пошли Было Либо Самим Тидусом Играть Либо Играть Чуваком Который Вака Да Но Перед Этим Тебе Нахуяривают Три Очка И У Тебе Остается Две Минуты К тебе Приходит Вака И Ты Не Можешь Четыре Очка Сделать Я Честно Не Помню Я Помню Я Помню Помню Я На ПС4 Тоже Страдал Страдал Потом В итоге Я Читал Тоже Сети Гайды Лучие Как Пройти Близбол В итоге Я Сделал Вообще По-другому Вообще Абсолютно По-другому Не так Как Гайде Написано Чушь Я Дим Я Использовал Два Гайда Разных Один Рассказывал Вообще Как Типа Как Персонажи В пизду Просто Это Два Последняя Капля У меня Эта Игра Безбесила Уже Столько Раз Я Все Таки Посмотри Ролик Бля Чувак Да я Посмотрю Ты просто Охуеешь От того Какой там Пиздец Дальше Творится Я вас так Слушаю К затравке Стоит сказать Только одно Что например Юну За все Время Бля Этой Игры Похищают Раз 6 Наверное Просто Потому что Бля Надо Как-то Продвинуть Сюжет Дальше Сука Это Такой Пиздец Ад И вот Самое Смешное Что Ты Так Перечитываешь Там Кейки Старые Рецензии И такие Пишут Ну конечно Тут достигнута Планка Намного Лучше Чем там Финал Фэнтези 9 Там 8 Что уж тут Говорить Про старую Семерку Бля Серьезно Вот это Вот это Параша Просто Это Бля Лучшая Финалка А японцы Кстати до сих пор Во все Топы ставят То есть В Японии Прям Десятка Страшно Популярные Сюжета Хуй знает Почему Мне Из вот этих Финалок Которые выходили На PS2 Я могу сказать Что Мне больше всего Нравилась Двенашка Но В Двенашке Есть другая проблема Там Замечательный сюжет Там интересно Там Которые Следить Ну какая же Она копипастная Ты же просто Пиздец В тот момент Когда ты Идешь по Одинаковому Сука Коридору И у тебя Просто Блядь Одинаковые Текстуры Одинаковые Враги И тебе Вообще Ничего Блядь Не меняется В течении Не знаю Там Часов Трех И ты В этот момент Думаешь Нахуя Я в это Говно Играю Вот серьезно Ну то есть А настолько Ли Блядь Мне интересно Этот сюжет Может похуй В общем Как то Не знаю Вот эти все Финалки Я Стараюсь Блядь Теперь от них Подальше Держаться Ну не знаю Ты знаешь Я могу сказать Что я уже Как раз Запустил Тактик Согр Сегодня Я напоминаю Что Тактик Согр Лотасклэнт Тогетер Сделан Практически Той же Самой Командой Что сделала Файнл Фэнтези Тактикс Ну то есть Там Практически Дословно Та же Самая Команда И Она сделана На несколько Лет раньше Чем Это Файнл Фэнтези Тактикс Поэтому Она Например Не трехмерная Ну то есть Там То что Файнл Фэнтези Тактикс Мог вертеть камеру Типа На 360 градусов Здесь ты не можешь Здесь четко Фиксированный угол Все остальное Все то же самое Ну то есть Так же нарисованы Персонажи Как бы Очень похоже Там сюжет Местами Механики Все те же самые Я прям Знаешь Пришел как все Домой Сразу нормальный сюжет Нормальные диалоги Там Все правильно сделано Там Красивая катсцена Ты такой сидишь И думаешь Нихера себе Вот чуваки могли Сделать игру Нормальную А вот эти Долбоебы Которые делали Файнл Фэнтези Не смогли Вот и все Понимаешь Мы когда писали подкаст Макс тебе объяснил Почему так происходило Бля Да я понимаю Вопрос просто в том Что Понимаешь Ну как бы Вот эта Отмазка Типа что Ой они въебали Все бабки Типа Типа Доделывали 5 индусов Как бы Ну бля Ну это не отмазка Действительно так и было Понимаешь Печаль Слышите Файнл Фэнтези 15 тоже так Переделывали Делали Переделывали Короче В итоге отдали Там типа И за год Доделали до конца Да Вся финальная часть Файнл Фэнтези 15 въебана Но И в нее Хотя бы можно играть Ну как бы Там Более менее Нормально все Более менее Но как бы Файнл Фэнтези 10 Блядь там Ничего не нормально Ну только разница Между теми играми 20 хуем лет Ты говорю Ты не сравнивай Сравнимая То есть Представь себе Те Которые выходили В времена Блядь Плейстейшн 2 И ты блядь Вспомнишь что Дрэгген Квест Какой нибудь Ебучий Легко Дима Я тебя вспоминаю Брэс оф Файр 3 Например Который выходил В самом конце Там типа Жизни Плейстейшн 1 Брэс оф Файр 3 Охуительный Просто вот Охуительный Джорпг Четвертый Тоже был неплохой Ну вот третий Я могу прям Отвечаю Что третий Давай давай По классике Сейчас ты Валдармс Валдармс Хорошим Гранди 2 Была Охуительная Суда Ну блядь А почему Эти Вспомним Давай Ну как бы Блин Я говорю о том Что вот Были хорошие Игра Есть говно Не понимаешь Только ни одна Из них Блядь Может быть Гранди Не была трехмерной Игрой С полной Озвучкой Кому Ну Гранди Была трехмерной Кроме двухмерных Персонажей Косина Гирс Был трехмерный Да Не с полной Озвучкой Конечно Ну блядь Озвучить Как бы Как ни хуй Нахуй Настройки Микрофона Как Макс В смысле Нас опять Тихо слышно Опять Макс На пидорасе Говорят Что меня громко Слышно Давайте Я сделаю Себя сам Потише Вот я Сделал Сам себя Потише И можете Сказать Хорошо Или нет Просто Дайте Рецензию От Агру На НФС Рецензию Знаете В тот момент Когда ты Совсем Нечего Сказать Все Кончилось Да 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 При финальной Части Фак 15 Ебаная Пустыня С Фэч Квестами Пример Чето Не очень Я же Пишу Пишу Что Да Финальная Часть В Ебаном Это Действительно Правда Но все Что Кроме Финальной Части Фанал Фэнтези 15 На самом Деле Неплохо Мне Нравится 15 В полне Учитывая Из какой Жопы Ее Вытаскивали Это же Был Вообще Одновейший Производственный Лимбо А как же То Что Тебя С Миром Знакомят В Фэнтези Через Главного Героя Я так Помню Что Имеется Ввиду Диалоги Которые Он Такой Озвучивает Типа Как же Я попал В эту Ситуацию Сейчас Мы Об этом Узнаем Тогда Еще Я Не знал Что Я Почему Это Произнос Акцентом Коннера Из Детройта Я Могу Скажу Смогу Бляда Едем На этот Срочно На Качели Ищем Качели Говорят Что Тимур Просто Хейпер Ну Диалоги ВФ Все Такие Это Полный Пиздеж Я могу Сказать Что Фанал Фэнтези 7 Несмотря На то Что Иногда Туповатые Но В целом Диалоги Лучше Поставлен Фанал Фэнтези 9 Лучше Поставлен Фанал Фэнтези Тактиз Вообще Диалоги Как будто Из книжки Откуда Взяли Они Такие Очень Высокопарные Классные В Тактикс Огр То же самое Я сейчас Играю Тоже Высокопарная Диалоги Очень Классные Я могу Сказать Что Одна Только Первая Сцена В Тактикс Огр Где Там Знаете Типа Брат С сестрой Их Друган И Друган Такой Говорит Бля Никому Нельзя Доверять Сука Надо Всех Нахуй Порешать Короче И Пацан Такой Главный Герой Говорит Бля Ну Типа Вообще Да Хуевой Ситуация Сестра Говорит Блин Чувак Типа Нельзя Не Поддавайся Ты Чего Там Гнев Это Очень Плохо Короче Потом Они Встречают Чуваков И Типа Она Просит Им Помочь И После Этого Главный Герой Такой Типа Уходит И Она Говорит Блин Чувак Ты Сейчас Себя Обрекаешь На верную Смерть Говорит Ну Кто Ты Должен Тебя Защитить Я Всего Нашла Нам Нужный Инструмент Тимур Не Слышишь Как Планета Плачет Денис Бондаренко Занес 200 Рублей Всей Добрейшего Вечера У Кого Какой Опыт Игры На ПК В связке С телеком И диваном Есть Такой Ну У меня Такой Есть Да Геморр Немного Но Геморр На самом Деле Я иногда Думаю О том Чтобы Выкинуть На хвост Твой Ебучий Диал Шок С PC Донглом То есть Беспроводным И просто Купить Геймпад Xbox Чего же С PC Донглом Ну Потому Что В большинстве Игр На ПК Контроллер Как бы Нативный Поддерживается От Xbox А Но В этом Плани Да То есть Как бы Не хочется Иногда Заморачиваться Понимаешь То есть Да Можно Там Через Стим Сделать Там Чтобы У тебя Проделялась Эта История Можно Через ДС По Виндовс И прочую Ерунду Но Иногда Подожди Очередных Скидок Потому Что Его Периодически Продают За Трешку Короче И ты Вот Проебываешь Эти Момент Вот Как только Будет Еще раз Трешку Стоит Тогда И покупай Да Я согласен В смысле Не покупай За четверку Ну Я Последние Два Года Так И не купил Поэтому Я думаю Что Это Такая Идея Из Херов До Сих Пор Реализован HDR Если Например Есть Цель Поиграть В Игры В HDR На Телевизоре Да То Лучше Для Этого Винду Не Использовать Она Просто Плохо Поддерживает HDR Паку А Да У нас же Там Чувак В чате Писал О том Что У него Типа Есть HDR Якобы Монитор И HDR Режим В Винде И он Говорит Что Там Что Это Ебанином Да То 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 Странные Проблемы Бывают Иногда Когда Например Играешь В HDR И 1440p Начинает Дропаться Картинка Еще Какая То 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 Ну Такое У Тебе Телек Масштабирует 1440p 4k Да Нормально Вполне Это Делает То Есть Я Постоянно Там Это Разрешение Использует Так Дима Давайте Я Все Так Дима Прибавлю Действительно Я Сделал Семь Микрофон Погромче Не Барься Да Я Тебя У нас Тут Спрашивают Это Что Тот Самый Завтра Касс ДТФ У Которого есть отдельный подсайт да потому просто да давно ничего не постим потому что каждый раз ты допустишь туда приходят люди которые начинают рассказывать всякие грустные вещи ты так думаешь на хрена нам это вообще с высокой социальной активностью их так называют очень большое количество времени свободного им спокойно можно потратить кого на постоянные комментарии что я нашел в рецензию на игру на нога юная и тогда не надо читать не читай не читай не читай как бы меня кстати вопросу о обзорах помнишь мы с тобой нашли ютубера который делает классные обзоры на аниме это где нарезки что ли ну не только как бы он же против еще типов делает серьезные обзоры в том числе вот и я могу сказать что я вчера посмотрел его видос где он мне только бы даже был толком не нужен как бы да но прикольный видос о том что его зовут гиггук гиг или наверное g-i-g-g-uk и короче у него фрики офигительный был видос о том как он очень 20 минут рассказывает почему типа стоит вернуться посмотреть а так он тайтан если вы его типа не смотрели вот давно и на самом деле мне очень понравилось как он делает видосы и конечно у него смешные там нарезки а вот он помнишь вот эту историю про типа всякие новосезонные аниме где он говорит на штамм типа ты девочка но я мальчик девочка мальчик я сказал ты девочка и там вот таких историй кучи коры конечно я тоже вчера еще горел его видосы смешного где он там говорит о том что тип весь весь сезон это я не мои сика и сика это аниме про попаданцев и типа просто вот весь год выходила не мы пропаданцев постоянно и уже начали выходить типа знаете различные аниме про попаданцев которые ну типа нельзя же совсем уж прям копировать друг друга и например сделали аниме где типа пацан попадание попадает типа другой мир со своей мамой и типа как он там со своей мамой ходит и как бы ну и там у него очень смешно конечно все это там расписано как бы по поводу того что ну то есть там совершенно идиотские ситуации иначе и вот эти моменты даже что взрослые женщины в аниме всегда говорят ара-ара типа знаешь ой ой что творится ара-ара и теперь если вам не хватало немножко ара-ара вашей жизни это как бы посмотрите это ебучее аниме это бабы просто каждые пять секунд произносит это кто это такой аниме каст только перевод атака он тайтан неверный вроде правильно атака титанов тайтанс атак прикол в том что атака он тайтан это официальное название аниме который японцы дали ему все понимать что это неправильно но понимаете вы же не будете говорить японцев что какое-нибудь слово типа ари фуретто не существует в вашей жизни не то что metal gear assault бессмысленный сука набор слов нет это в фильме silent hill кристоф ганс вот в первом сайлент хилле который хороший он настолько скурпулезно воссоздал город silent hill что там есть вывески с грамматическими и орфографическими ошибками как в игре ну для маленького городка это наверное нет 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 именно что поскольку это все делали японцы и по наитию во многом а гугла тогда не было и street view они вот эти надписи писали сами что называется фотошопе там есть реально пропущенные буквы неправильные конструкции кристоф ганс это перенес новократизацию очень мило было ну вообще я могу сказать что у японцев конечно большая беда с английским примерно такая же как в россии просто вопрос том что в отличие от японцев как бы ну россия не увлекается английским языком то есть у нас как бы люди стесняются там писать на английском да в основном а есть когда пишут объебываются после этого их там эти морды в грязь суют и они перестают писать на английском потому что типа блю а пиздец я пишу плохо японцы в этом плане не парятся потому что я напоминаю вам историю мы подкасте как-то про это рассказывали есть огромное количество социологических исследований гласящих о том что у японии есть комплекс проигравшего и в определенный момент когда она типа проиграла сша в войне они начали преклоняться перед сша и считать что типа есть эти люди нас убедили иначе типа у них правильное там общество у них правильно все сделано и мы должны быть стать такими же как они давайте спиздим бейсбол да 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 они все пиздили кого ну то есть они там начали язык пиздить я напоминаю вам что катакана да там в начало двадцатого века вообще используюсь как типа ну совершенно по другую по другим принципам и только в двадцатом веке она начала использоваться совершенно безумным образом как ну только исключительно для воззаимественных слов просто если вы если вдруг не знаете в японском языке существует по сути два алфавита параллельно существующих и иероглифы причем иероглиф как бы соответственно в разных сочетаниях читаются по-разному и для того чтобы показать какой конкретный иероглиф или какое словосочетание иероглифов сейчас у тебя означает какое слово к нему прибавляется еще специальные суффиксы виде вот как раз хирагана это вот такая основная азбука ну и соответственно хирагане пишут еще дети которые не знают иероглиф ну если ты сам не знаешь иероглиф ты можешь писать ему хирагана ну как бы я на самом деле слышала так и так а катакана или катакана короче это по сути тот же самый алфавит только по-другому начертывается и причем он более даже древний вот то есть он давнее существовал и на нем пишут теперь только заимствованные слова то есть там кока-кола превращать в пока кора короче и пишут рот ворхи катаканы и поэтому если вы принципе изучите катакану вот то вы сможете реально так она окей блять я говорю я слышал и так и так короче если вы изучите к катакану катакану то вы сможете прочитать огромное количество вещей в японии вы сможете реально прочитать меню вы сможете прочитать там всякие вывески и прочее потому что они используют массово но и религиями не позволяет использовать латинские буквы чтобы написать латинские слова типа кока-кола они будут его писать на катакане и у них просто количество заимствованных слов за последние там 100 лет она просто безумные ну то есть там просто ну там половина современного японского языка который они говорят какие-то там предметы когда они ну они говорят это как бы заимствованные слова и там например там слова типа знаете там пасоко пасоко это компьютер это это сокращенно от персонал компьютер получается пасоко гяру гяру это слово которое значит девушку особо герл это девушка это то что у нас это короче гламурная так значит нет это что ты ты говоришь это гангару нет гяру конкретно гяру это эти такие прям вызывающие эмилированные блондинки которые носят леопар это то о чем ты говоришь это гангару называется гяру это просто типа девушка вот и на самом деле конечно это очень странно и смешно с одной стороны потому что ну то есть вот они они например специально любое слово английское специально его коверкают чтобы типа подвести под собственные правила чтения а просто произнести типа вот там какой-нибудь там там я не знаю там нет for speed там speed они не будут произносить speed они и ты такой какой хуя блядь да произнеси нормально как нет вот вот speed на эту же тему же как сказать был был такое аниме наверное это тоже смотрел его крыльях они ами строил space force да и в royal space force и главного героя специально зовут сирот суладат через эль чтобы японцев косоёбило вот потому что они букву л не могут произносить и когда им говорят это имя то сразу ощущение отчужденности создает так короче я вас наебал не 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 гангара гангуру называются эти девушки которые вот эти все перекрашенные адскими или милированные блондинки с автозагаром короче вот совершенно довидшие женщины вот ну как бы кто мы такие чтобы осуждать конечно ну да ладно а стой у нас же денег на body kit сейчас хватит да кому нужен мощный мотор если можно повесить спойлер во все стороны да да красишь я не знаю какой-то другой цвет за розовый пиздец я не могу и не нравится чуть имеешь против розового чем твоя проблема она выглядит странно она выглядит не розовая она выглядит какой ты купами какой цвет она выглядит как розовая машина до того как появился пибиар но не слишком сильно глоссе сделали я могу сказать что в сан-андреесе например вот этот глотти там есть разные же возможности матты глотти прочее там вот там она нормального кстати так давай если чего кстати не навесили на игру hd текстуры прочее говно потому что это ретро стрим чувак нет никакого смысла тут пытаться в нее вообще в принципе играть максу я поиграет два часа и как бы удалит камон он же собирается в нее рубиться я надеюсь по крайней мере не ради бога некоторым вечером вещам лучше оставаться в прошлом серьезно камон давайте перейдем на мне не расскажите как вам пацаны мы уже рассказывали в течение двух выпусков подкаста сначала мы с максом а вот прошлом соответственно рассказывал дима я не рассказывал я удалю сказывал ну короче мы с максом рассказал шоу нотах я не стал ничего говорить потому что ну бля какой смысл рассказывать у меня принципе такие же впечатления как у пацанов то есть мне понравилось я посмотрел все 10 серий или сколько это было 8 я посмотрел не все я посмотрел все могу сказать что мне нравится и задел на сиквел скажем так на второй сезон точнее и вся рассказанная история но если вот сравнивать мне почему-то академия амбрил все-таки больше нравится серьезно несмотря на то что она такая более так мы самое главное заболевали что мы забрали почему почему там здесь посмотрю всего 510 сука черта наклейку с парка нельзя сразу сделать беспредел помню а без наклейки с что это не надо я имею ввиду к скручивается в наоборот не все это а из-за кучку они посмотрели нет я не смотрю даже не знаю что я это лучше 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 английское название конечно потому что как там наши горе переводчики это переводит просто хорошо ты знаешь меня в этом плане повеселил бубляж ведьмака потому что ну ладно там знаешь не взяли кузнецову или там взяли вообще похуй какие голоса насрать но очень странно они эту дэврия позвали озвучивать шитову а шитова озвучиваю енифер и когда енифер говорит голосом енифер сериальный енифер как я себе вести ты такой а она не она не озвучивает енифер ты чё она озвучивает эту нет она не она в сериале будет озвучивать ее учительницу но она в игре озвучивает енифер это прям очень-очень тебя вешает а у нее еще такой достаточно яркий голос то есть прям реально вот он очень узнаваем что ты вообще сложно потому что теперь она из каждого утюга да она алиса буквально о смотри смотри понтовый чувак на гольфе кенвуд это просто бумерская энергия сейчас у него там катаканы написано нет у него слева иероглиф ну но это не катакана я же говорю есть типа два алфавита это буквы а есть иероглифы иероглифы в зависимости ровлю это 3 алфавит что и ro annex это даже не алфавита именно как бы типа знаковое сочетание потому что то что из китайского они утащили да это из китайского потому что зависимости от того как они расположены друг по отношению друг они по-разному читают и у каждого иероглифа есть от 2 чтение то есть есть верхнее чтение которую зачастую было взаимства на из китайского и есть нижнее чтение которую типо нативный японская иногда верхние чтение может быть два нижних тени может быть до четырех до пяти даже и зависимости от их сочетания не по-разному читаются плюс еще и китайские с японскими словами иногда я же учился в год японский при меди рф а нахера хотел я очень да я хотел бы врету на нем и хотел смотреть в регионале и на соли кроме всяких аниме и вот этих историй я всегда восторгался все смотрел все читал там общался с японистами но мне всегда было поебать на тебя я же смотрела то есть и раньше и вот сейчас блять начал опять заново все благодаря тебе блять ему пасекте кавыч амбассадор японской культуры в завтра кайс начал смотреть я же рассказывал сагу эту ты саган винланди но это типа такая знаковая штука тут говорят типа чуть ли не лучше аниме поколение сейчас будет там не знаю я посмотрел три серии то есть две серии я уже тогда в панкасте расскажу что 2 3 вышла что-то пока не видно чтобы это было культовое что-то честно тебе скажу то есть даже не знает подумываю нг пересмотреть потому что ты мне что-то воспитание разбередил я вспомнил как я когда мне было лет это может забить хуй посмотреть просто три рябилда подряд еще но это да но просто хочется именно 26 серийную хуйню полностью так сказать освежить в какого робота тут надо полезть чтобы студентик там внутри да да там студенте посмотрю учителя анидзуку я могу сказать что я мало того что смотрел блять фильм по-моему или или сериал сериал по-моему 4 серии не знаю 20 наверное было именно с актерами то есть не аниме ну айвэкшен дала в экшен я могу сказать что я с типор понял что вообще ты берешь абсолютно любой японской кино то есть блять я не знаю даже вот эти все знаменитые знаешь там типа акиру курасава и прочее такеша китана уже такие же да и прочее насколько же японцы не умеют играть ну то есть просто пиздец то ли вот это вот какая-то театральщина это это просто не не европейский стиль актерской игры вот и все а для них театр кабуки вся хуйня то же самое как у нас вот наши театральные актеры они что через себя играть на сцене выступают обязательно надо бы прям поставленным волосом все говорить и вот так это работает вот и в общем я понял для себя что я не могу смотреть японское кино вообще просто блять не могу преодолеть какой-то этот suspension of дисбелив что типа все что про и билинг в чате ой да пошел ты как это назвать по-русски я не знаю а ты вот из извернись вот смотри-ка все люди говорят что можно любую любые слова сказать на русском языке поэтому перевести то эту фразу можно но я просто потому что как и как какая определенный термин ну подожди это называется фактически от как и за четвертая стена короче не не совпаде поверить в то что эти актеры 10 персонажи они актеры но что мне постоянно кажется что это люди которые знают что на детский утренник через сейчас читают реплики с бумажки и поэтому я с удовольствием каким-то определенным начал смотреть этот анима про учитель анизуку или блять какой-то похожий аниме круче я не помню короче ну парни звуку прикольно он классный хоть и старый но крутой я могу сказать что все-таки вот насколько уёвые японские актеры насколько пиздат и у них актеры озвучки я могу что вот эти все и да которые там учат это они и прочее насколько пиздат они умеют играть голосами это просто пиздец ну то есть там потом сможешь кинтем титра там ведь озвучила 33 с половиной инвалида от озвучивает они 30 это реально клево так димка новость новость часа гаджи мигтиев не удовлетворился тем что нужно похоронить игроманию и теперь чем там еще купил я забыл ну неважно ничего короче еще какой-то говно сайт короче агару собирается перезапускать господи я надеюсь рецензии то никуда не пропадут а то тут даже бизнес рушится гаджи не трогай рецензии короче пацаны я вас предупреждаю в общем имейте ввиду что скорее всего агару кстати с логотипом примерно один-в-один как твич будет в какое-то время в каком-то обозримом будущем будет возрождаться даю ему год суши знаешь если год на что на возрождение льготно назову на год здесь значит хуже всего составилось в этой игре очень не графика не физика а искусственный интеллект про просто пиздец он даже не тупой он даже за как это описать тупо едет по идеальной прямой без разницы что происходит на дороге мы едем по идеальной прямой алгоритм говорит ехать на кстати дичайший тупит стрим у вас нормально нет и нашим я нормально не так на квадратики распадается как бы но в целом нормально не у меня просто выключается время от времени не вот это я знаю чем ты говоришь когда такой кружочек появляется крутится у меня этого нету дима смотрел фильм по игре и кудза нет я кстати вот насчет и куда захотел сказать что я же купил себе и кудза вторую которая кивами кивами 2 и блять насколько она круче сделана чем кивами 1 и даже где-то местами чем зеро у меня еще лежит считай путь который я купил какой-то там чешей скидки и я поиграл немножко в шестую ну так неплохо там же новый движок все вот эта история запустил кивами 2 и прости у нас сейчас будет соперник которого зовут таз потому что тазы валят ну а ты короче я запустил кивами 2 могу тебе сказать что она местами в разы лучше сделано чем 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 шестая часть и кузы как трогать я не просто его позже разрабатывали все разрабатывали по сути одновременно это не аж на том что одном тоже движке ну да а еще говорили о том что это типа переиздание типа на новом движке типа старых версий короче я блять не знаю я вот прям я все думаю почему у нас таких игр не делают ну то есть условно ты берешь район какой-нибудь там бутовый там синявина такого четкого пацанчика такого знаешь который вот вчера было вместе с приблатными но потом че-то решил решил пойти так сказать по гражданской стезе уходит от этого и тут его братишка короче убивает авторитета и он как настоящий пацан взял вину на себе подчаялся 10 лет возвращается обратно в родной рай а там уже другие пацаны понимаешь вот тебе блять завязкой назвать это бригада 6 что вот русских игрок действительно проба бандитов очень мало ну я знаю только одну единство это как она там по фильму она делалась по бумеру есть и была игра игра была по фильму бой с тенью вот и вот я помню а также еще была игра месть боксер или как так назывался а это про который еще вышел фееричный постмортом на старом но они а это это если все хулёвые игра имеют вот такие знаешь средненькие которые в принципе можно поиграть санитар подземелье нет не то это подземелье ты блять наш ответ фоллауту и господи кингс баунти космические рейнджеры нет макс я говорю что вот именно по криминал а по криминалу про баранков у нас ничего нормального не было это правда при этом самое смешное что всякие там моды типа gta дагестан хасавюр ты заебись продавались свое время ну вообще я действительно не понимаю почему в данный момент как бы в россии практически весь геймдев сейчас сосредоточен типа или на какой-то вообще одной вишень дышатине или же на просто деньговыжимательных до притуплейных вот этих найти типа три в ряд ну в этом есть деньги видимо все в остальном денег нет ну почему и вот вы даже есть я напомню вам что например игру даже делал помыть из еще кто-то там типа учетом от или мазараши блиц или что-то такое короче где типа эти подземелья в метро уходит пиздится люди но нету вот знаете и идеи нету вот знаете вот этого надрыва душевного что ты там живешь в омске и такой типа нас должен пойти там на стрелку вот это все этого всего нету типа какие-то вот такие знаете вот нет не докручены идеи как бы я не понимаю почему я читал историю про мод на по-моему gta вайсити или gta san andreas наверное в котором переделана полностью все добавлен мультиплеерный мод и там чисто ролевой сервер чисто ролевуха то есть люди приезжают и там типа вот тебе дают задание ты у нас сегодня будешь водителем блять автобуса и вот и вот ты блять ездишь а у тебя вокруг как бы ну все это сделано под попроси естественно под какой-то там провинцию типа я не знаю там саратов и вот ты едешь короче по этим улочкам будешь блять старый ишь такой знаешь там или вообще и карус какой-нибудь и то есть ты подъезжаешь к остановке останавливаешься до заходят люди ты дальше едешь становишься дальше допустим ты перезашел там на север тебе кидает на другую историю там ты там сегодня у нас больше но ты идешь далеко как бы и это то что ты говоришь сделать довольно сложно например элементарная совершенно штука например вот японцы педалирует всячески в аниме и в играх свою вот эту историю с аяшами да ну там обыкованный японский школьник почему бы не сделать там такие же игры типа вот а значит и поля как персона где-то реально должен там у тебя тоже распределяешь очки времени и там типа пошел в школку там типа там найти пошел покурил за гаражами пошел там типа помогать здесь пиздил шоколадку короче и вот игру от рок-стар который назывался булли только разница была в том что ты был не саратовский школьник который британский все-таки сейчас на пансионе учился а так вот сделать как бы такую же историю типа что вот ты там знаешь там типа должен уроки сделать как время лишь мод на булли ты же понимаешь сейчас описываете бесконечное лето зачем-то ну короче это хуёво визуально наурелла кому-то мы хотим как бы нормальную игру хорошо ладно может быть нормально визуально на world как игра как бы это у нас кстати говоря из таких вот игр делали не так давно pathfinder кингмейкер который был весьма неплохо да это наша игра да и кстати отделали создатели бесконечного лета русская студия на полк геймс короче вот правильно говорят теперь персона в российской федерации было бы эпично вот красит сердца чиновник михал михалыч давайте залезем киев в голову там владимир владимирович и узнаем о чем он думает захочет нам просто пиздец а там знаешь такие типа криповые медведи на балалайках играют знаешь кровожадные такие полуразложившиеся короче и огромная бутылка водки летит в небе такая знаешь и сбрасывает вниз такую зеленую водку которая падает и обжигает землю вот что у вас там происходит парни мы боргните два раза если вас борис николаевич пленил борис николаевич второй степени просто короче короче пацаны я вам могу спокойно тут напридумывать просто идеи легко про залезть в голову там найти к столяру к дворнику генетик там какому-нибудь youtube блогеру из россии на истам и так далее там такой дичь можно придумывать вообще классные так что максим не умеет водить вы знаете максим не умеет водить дам это так начинается любимая часть этого нфс а когда тебя обходят как стоячего абсолютно все и поэтому надо не старую машину прокачивать а просто пойти по трейдину новую купить все как в жизни ну примерно кстати я могу сказать что хуже ситуация только в драйв клубе когда у всех участников гонки одинаковые машины абсолютно одинаковые машины короче и тебя так и у тебя просто оставляют в жопе ты такой блять что почему у нас же одинаковые машины как вы меня перегнали на 15 секунд и причем как бы ты еще не не врезаешься ничего короче заканчиваю историю про идеи да просто док до кризиса до 2008 года как-то были все эти идеи знаешь там вспомнили каких-нибудь вангеров такое ощущение что блять там люди под кислотой всю эту хуйню придумали ну то есть даже те же братья-пилоты простика братья-пилоты все-таки такой типу стандартный квест на имею ввиду что у людей раньше фантазия работала прям блять прилично а сейчас тут заходишь там смотришь то что наши делают это всегда или такой хуёвый индии прям вот совсем хуёвый иди иди прям совсем без или это мобильная какая-то разработка ну и как бы все и или ты работаешь на западную студию рисуешь и масса это если ты говоришь об а как бы туда действительно а нету как бы но хорошие неплохие такие индюшатины типа того же самого вот там пасфайдера да как бы то он все-таки делают потихонечку просто таких мало как бы потом а связано это с тем что в россии нету культуры в целом например там арт-дирекшн и гейм-дизайн и прочее да куча народу сейчас последние несколько лет ходит на всякие курсы там вот это все но там им придут точно такие же русские чуваки которые сделали там какой-нибудь очень очень успешную фри-то-плей парашу и они приходят рассказывать пацаны сейчас я вам расскажу как сделать такую же успешную фри-то-плей парашу короче да а как а вот как сделать ассасинскрит тебе никто не расскажет ну уж некому рассказывать как бы да это правда и в россии просто нет этой культуры вот нету культуры там на прорисовании потому что могу сказать что только с появлением интернета за последние там лет пять-десять как бы да у нас например там арт-стейшн пополнился кучей русских чуваков там и девинарт который начали рисовать нормально ну то есть там красиво пизда то классно понимаете и ты такой приходишь ты смотришь концептор ты чуваки рисуют русский какой-нибудь из глубинки ты такой ну нихуя себе научились таки как бы тоже 10 лет назад этого не было ничего и нужно чтобы это поколение просто подросло одно они подрастут они чуть я думаю через пять-десять лет как бы эти все эти чуваки начнут что-то делать тем более с наличием юнити анрил энджина как бы вот этого всего то что грубо говоря 10 лет назад у тебя был там краэнджин да там уе 3 да все свои движки писали по факту или свои движки да король или на флэш дело игру иди понимаешь я думаю через пять-десять лет народ на юнити начнет делать какие-то классные штуки народ начнет собираться там условно в группе вк там типа там пацаны ищу там типа себе там каком-то концепт-артисты и дальше там условно каким-то 18-летний пацаны буду просто экспериментировать что-то делать я не извинюсь если через пять-десять лет у нас реально появятся русские игры которые будут там типа на уровне джорни какого-нибудь да я согласен с этим короче подождем просто времени мало прошло просто что изменилось ну то есть понятно дело интернет интернет движки виду возможно рисовать стало легко а сетов куча куча 3d моделей куча рига анимаций куча текстур все доступно тебе все все доступно 10 лет назад этого ничего не было я не про это я про как тебе сник ты господи почему вебинаров даже раньше пять человек блять держит один в новосибирске смогли блять собраться в одной квартире у какого-нибудь чувака блять и сделать нормальных космических рейнджерами блять а сейчас пять человек не могут собраться блять в новосибирске в квартире блять и и сделать космических рейнджеров 10 там условно понимаешь хотя при этом у них есть доступ к современным движкам которые довольно простые и легкие доступ куча с этом и через интернет ты можешь найти себе и тому художников и еще что хочешь понимаешь димка ты понимаешь что сейчас из-за интернета из-за интернета как раз большое количество людей которые в россии начинают что-то уметь делать их тут же заработать назад ну вот да и вот вот это скорее всего этот самый главный вопрос сами комбайки в россии даже зарплату там 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 две три четыре пять тысяч долларов как есть ты не программист только там фронтендра бакалера тебя ты хочешь блять игру сделать у студии нет денег точнее есть но ты делай фри-то-плей дрочильную потому что фритоплей дрочильная приносит там миллион долларов там типа забыла просто я ну там или месяц я сегодня смотрел короче энгри джо который играл в игру про супермена ты слышал эту историю нет короче собрались три студента в каком-то блять то ли в мэрилэнде ты ну кухон неважно где абсолютно три студента три человека влеть абсолютно бесплатно выложили в steam игру который называется по-моему а то ли от дистракта был то ли андрейк был как-то так за загугли кстати анбрейк был по моему называется но она бесплатная в стиме и это по сути игра про супермена которую никогда в жизни не сделают там какой-нибудь там рок-стэдди условно то есть чувак летает с ухуительной скоростью у него ебанистические там удары и прочее и это такая ну местами довольно примитивная но в то же время такая знаешь игра которую ну блять нельзя сказать что это там на коленке совсем сделано короче ты смотришь на нее думаешь блять вот три студента сидят там купами где да они смогли это сделать а у нас три студента тебя будет в лучшем случае сделают мобильную парашу вот серьезно понимаешь это не кажется разница разница в менталитете то есть там у тебя ты социально защищен как-то да ты можешь об этом не париться а здесь тебя первую очередь стоит вопрос выживания и зарабатывания бабла это большей готовностью ты сделаешь игру которая просто принесет тебе деньги а не ту игру который ты на самом деле хочешь сделать ты знаешь я тебе могу сказать что например та статья которую мы обсуждали вот в вчерашнем выпуске выпуске подкасты да по поводу то что патреон спасает людей там есть например несколько примеров о том как типа девушка например работая на работе обычной делает типа инди игру и получает на патреоне там что-то тысячи с чем-то долларов она говорит тысячи с чем-то долларов помогает мне типа платить мою там аренду там хаты покупать продукты и вот это все короче ну то есть так типа под штаны подбежать и вот она может продолжать при этом там работает еще на какой-то там работе еще получать небольшую зарплату короче и там условно по ночам сидеть делать эту игру в россии понимаешь народ впахивает я тебе могу сказать что ну там типа в сша тоже например там впахивают но как бы не везде то есть как бы есть есть места где пакета и только бы если ты типа сильно перерабатываешь как бы есть уважают получить прибавку в москве как бы в этом плане там или в россии сложнее народ вообще ну типа впахивает и ничего за это не получает и единственный вариант когда ты можешь типа сделать классную игру ты например какой там девопс в какой-нибудь там дев студии в маску в омске или в новосибирске получаешь там условно свои 250 тысяч рублей в месяц и у тебя есть там время по вечерам и ты сидишь такой дебоши штаммы параллельно да там на юнити или там с другой друганами дело что-то действовать 250 тысяч рублей месяц ты там новосибирске сидишь себе короче у этих денег нормально хватает и как вообще на все ты расставляешься ты делаешь для себя таких людей мало понимаешь и таких людей мало потому что люди не очень умеют кооперироваться там не очень умеет друг другом там коммуницировать и вообще я насколько то помню в россии все друг друга же пытаются наебать и все другу пытаются обмануть и никто другу не верит самая такая человечная нация на земле где никто друг другу не верит понимаешь как бы и поэтому например вот эти все истории попомнишь помнишь по поводу того как типа студия была где типа 25 человек работали за бесплатный месяц то что думаешь а оказалось что студии даже нету так вот таких вариантов россии другая на каждом шагу за этим не следишь а в геймдэмовской тусовке разворачивается драма что чувака наняли делать всякую хуйню для какой-то мобильной фритуплейной параши причем заказчиком этой фритуплейной параши изначально выступал чуть ли не юбисофт а там история такая они наняли какого-то российского контрактора но у типа студии да чтобы допилить какие-то ассеты с игровой логикой связанные а те в свою очередь наняли какого-то фрилансера кинули его на бабло но при этом не подписали с ним индей вообще никакой выслали ему ассеты игровую логику и прикол весь в том что они его кинули на бабки а у него на руках вся игра и он может пойти тупо выпустить сейчас где-нибудь в этом в google play история вот а идея он не подписывал он юридически ничем не скован люблю такое только 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 ногами сковываешь тебе их сломают так сказать публичные оферты в сделку не входил что это как бы подразумевается это правда на самом деле конечно да как бы вашей тебе как бы нет ножек не нет мультиков понимаешь как бы и тут поэтому я могу сказать ты знаешь я много где тоже не подписывал там индей но но ножки дороже поэтому ты как бы нужно важно подумаешь прежде чем что-то там рассказать там и сделать тут искусственный интеллект конечно тебе правильно говорят что не надо перезапускать каждый раз гонку ты просто просрал ты один рук а здесь не круг здесь спринт почему у тебя четыре круга сверху ли это позиция оппозиции вот и мы все хочешь японского трэша глянь бог не трансформер блядь и даже название не хочется название уже отличное мне нравится я просто тому что ну то есть ладно можно понять там тебя нету денег можно понять там у тебя нет каких-то там амбиций или там теперь тебе наоборот просто очень сильно хочется денег поэтому ты делаешь игру которую хочешь но просто раньше у народа фантазия работала блять прям просто знаешь как это что выстрелит то и всеслав чародей да 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 я хочу рпг или блять даже не рпг я хочу вы ведь экшен про гопника знаешь в стиле якудзи на самом деле на это экшен про гопника она дешевая просто пиздец ну то есть раздел за три копейки явно там же римса сетов адский абсолютно до части в части кому рочишь не меняется почти к мурочи очень изменился за лет ну то есть как бы либо это блять какой-то стебный проект то есть наш там в стиле вот этих вот чуваков как дагестан технологи сделали берут на движке дюк нюк ему хуярит игру где меняются спрайты на чувак бухает водку и хуярит там не знаю сапогом одетым треники адидасовские значит такие типа полоски и это типа называется там я как-нибудь там месть боксера 6 условно либо это какие-нибудь там ну довольно дерьмовые идика скажем честно а вот ты сделай вот пожалуйста сюжет на игру блять ну возьми я не знаю там вот есть же всякие эти вот идиотские книжки там знаешь там типа месяц не бешеного 6 и так далее да если не особо старис чем проблема то бля то есть мне кажется что у нашего народа который вот любит такую хуйню такие вещи зайдут ну потому что это подразумевается другое дело что мне кажется что возможно что это не сопересекающиеся множество те люди которые любят такую хуйню и те люди которые играют видеоигры ну возможно но не факт первое правило это золотое первое правило я напоминаю вам что огромное количество разработчиков которые делают свои игры на них совсем не играют вообще как бы так толком даже не понимает чё там как куда но мой теста для того и существуют до чтобы реальти чек проводить ну да там я помню что в какой-то студии недавно говорили там известные типа говорили что нас заставляют играть в нашу собственную игру как будто мы не знаем что там короче я думаю блять вас суки надо обязательно заставлять играть в ваши игры ну ты знаешь это действительно проблема потому что ты делаешь игру ты искренне считаешь что она классная потом ты собираешь билд вместе там из 20-40 механик который ты сделал кажучи игра говно и буча это случается чаще чем вам кажется я даже скажу больше я знаю это одних разработчиков одного известного шутера который нихуя не играют свой шутан короче там в общем то когда им там будут очередные вещи говорят типа что у нас там вот это надо сделать это надо сделать они такие дуааа они про эти там пидорасы что-то там вот они короче там вещают они же вообще нихуя не понимать мужа не таксичны и они все токсичны и типа это вообще потому-то потому потому-то и говорит да бред и просто поиграйте в свою ебаную игру короче когда какой случается очередной матч ты видишь как эти люди играют в собственную гуну только что мы даже не знают как их карты там расположены ну то есть когда я условно разработчики играют свою игру и люди реально не знают что на карте вообще про дайс шифроваться долго не пришлось я не продать это похоже на дайса удается наоборот играет активно я могу сказать что я в свое время общался с даниэлем чего который был бывший комьюнити менеджер это туда вон у него было наиграно будет три по моему 1800 часов что то есть чувак просто все это вот не тот случай на но это ты говоришь прямо конкретно про разрабов условно представь себе вот не вместо было интересно вот дальше вот в комьюнити destiny например там же этот дишь и он же пришел по сути ну со стороны он просто очень сильно любил destiny и хэйла и его наняли комьюнити менеджером он летом топил прям просто пиздец там за хэйл и прочее ну и соответственно мне всегда казалось вот представь себе да вот это хуяришь там не знаю комьюнити менеджер там уже там но лет пять ну примерно и тебя заебал эта игра ну то есть вот просто блять вот ты пришел туда работать потому что тебя прет это хуйня а так тут она тебя просто заебал что ты будешь делать нет интересно то есть ты будешь относиться к этому как бы по как крути не такой знаешь типа рабочий да ну типа ну и как бы ладно пишу ну то есть пропадет же изюминка стопу долларов когда ты вот топишь за за что-то да за что то есть всем сердцем переживаешь что мне кажется что хороший комьюнити менеджер тот человек который переживает за продукт потому что если ты как бы относишься к этому так на отебись то ты такой обыкновенный работник ну да как как комьюнити менеджер байвер который сегодня уволился и мы узнали что он был вообще у энтема там там не комьюнити менеджер уволился там главный продюсер уволился который восемь лет проработал на денту нет там еще сегодня ко мне к м уволился который реддитом рулил и прочее и среду тебе говорю ты чё может он и рулил и рэбитом просто же не у меня не пытаешь рэбит может он там реальностью делал то есть и меня нет претензий к их скажем так профессиональные деньги как бы ты не можешь варятся и тоже ты за счет не делали представляете быть комьюнити менеджером воруду farcraft 10 с половиной лет одного и того же карта на самом деле не так потому что каждый раз когда выходит новый аддом у тебя есть работа и ты чё-то делаешь это ебашишь там типа разговариваешь что вот потом добавили вновь какие-то механики все круто будет вообще заебись но внезапно blizzard обосралась ты все это объясняешь почему это классно не почему это говно но то есть это плохой пример хороший пример это например какая-нибудь игра которая значит вышла и не обновляется условно counter-strike блять там то как раз к мм будет самое то потому что ты блять за каждую запятую в конфигах извиняешься перед своим комьюнити знаешь это как раз нет это скорее значки а реально он его быть каким-нибудь комьюнити менеджером world of tanks помимо того чтобы сама аудитория специфическая вот такая знаешь в алкоголичках на охране сидит как правило а во-вторых там ведь ну сами изменим мы ввели новый танк и чё блин весь баланс вообще пиздец не понимаешь мы с этим помним и за 4 не за 4 самый первый донат на сегодня это хорохи с режиме нам даже да я могу сказать что дым например очень плохой я сразу на того чего каждого так оцениваешь всегда игры, которые в лет 20 лет ты не забывай, что игра в HD идти вообще не должна я напоминаю вам, что например тут насеты под Xbox рисовались первый Xbox примерно в похожее время вышел в этот Half-Life 2 эпизод 2 и там был момент, когда ракета взлетает, короче, и у нее был такой охуительный дым, я когда на компе увидел, я чуть не охуел просто, я такой типа вообще как настоящий дым я в свое время от Half-Life 2 охуел по другой причине а то, что там пролетал условно корабль комбайнов сверху, да, и у него сопла которые задели провода, висящие на столбах и провода от этого покачивались и я такой, ебать, это же просто охуеть я такого в играх, сука, не видел вообще никогда потому что это физический хайлок, она была тогда в новинку просто но то есть все эти истории с там упадающим эрекдологом или там, я не знаю когда ты запрыгиваешь на этот пазл самый первый, когда там стоит такая планка типа, тебе надо положить кирпичи, чтобы запрыгнуть с нее с другой стороны вот и ты такой, блядь, это же просто охуеть то есть вот за этой физикой просто будущее, блядь ну да, но нет да, но нет но не совсем, да да я не знаю, я помню, что в году так в 2004 или 2005 мы всегда думали, что как бы графика графикой ну да, то есть как бы вот то, что как вот сейчас выглядит условно инфроспед то есть лучше графона уже не будет то потому что, ну камон ну, вряд ли бы что-то будет а вот дальше игры пойдут по той истории, что там изменится физика появится разрушаемость прям полная пиздец то есть ты я помню рассуждение по поводу того я помню то ли на катаку, то ли на IG они писали статью огромную типа, какими будут игры будущего ну то есть там чуваки фантазировали во всю и там говорили, что вот самая недооцененная игра там, типа которую все хуесосят на Nintendo 64 это, блядь, Superman 64, да, который и вот в будущем будет такая игра вот сейчас-всейчас выйдет Xbox 360 он покажет вам всем супер-нолитген вы просто все там охуеете, блядь, от графона но больше всего вы охуеете от тотальной разрушаемости всего представьте себе игру про Супермена где он там ударяет там условно векции люди пролетает 10 этажей рушит здание и прочее сука, я 15 лет жду такую игру где такое, блядь где нет этого говно ну вот мы на морите с тобой играем Battlefield 5 там не буду, можно разъебывать ну похоже, но, блядь но не совсем, понимаешь вот правильно спорил барыш по Crackdown 3 вот, блядь, где дайте мне, пожалуйста, вот только нормальную версию спасибо Алексей занес там 250 рублей Тимур, скажи честно, ты на каршеринге ездишь лучше, чем мак сейчас на фиате? естественно, но я же езжу не со скоростью там, типа, там 170 км в час 30 км в час, да я, кстати, вам советую реально освежить физику Most Wanted'а и она для современного игрока страшно непривычная здесь адски утюжная машина прям совсем я могу тебе сказать, что ты сейчас ехала на про 220 км в час и ощущение скорости здесь, конечно, совершенно по-тупому сделано, потому что не так давно я ездил 220 км в час тоже по дороге прямой и скорость ощущается совершенно вообще не так вот как у тебя на коре ну а потому что ебанули блюра и вперед, это же классика гонок тех лет ну да, как бы, ну как-то очень странно она выглядит, у тебя скорость, как будто ты 400 км в час сидишь, а не 220 там, не понимаешь это еще более, я тебе скажу, что тяжело просто смотреть на игру из-за этого то есть как ты, блядь, будешь блести траекторию, если у тебя, нахуй, вся трасса размытая ну, это прям вообще пиздец ну вот да, и тем более, как будто этого ощущения размытия же нету, как бы, только если ты посмотришь там, ну, вот ты реально едешь на тачке, там, 220 км в час когда ты посмотришь влево-право, то у тебя будет размыто только то, что близко к тебе ну, там, условно, там, отбойник, который рядом с тобой, он будет размыт, но все, что, там, слева-справа всякие деревья, там, лес, там, какие-то здания, короче, они не будут размыты просто мимо тебя быстро проносятся, и все то есть, короче, чуваки такие, знаешь, там, Физикс Йоу просто сделали, как бы, и все я в этом плане могу сказать, что во всех играх такая проблема я помню только две игры, которые реально без VR, вот, это важная поправка без VR очень круто передают скорость это Формула-1 от Кодмастерс она очень здорово передает скорость гоночного болида без вот этих дешевых эффектов типа блюра, и это Драйв Клаб в Драйв Клабе отлично передается скорость машины чтоб ты понимал, Макс вот у меня сейчас адский буферит твич, просто пиздецка ну, вот, я поставил качество, типа, автоматически и он мне поставил, наверное, 180 п, даже не 240, классно у меня сейчас полное ощущение скорости, потому что на тебя несется какие-то, блядь, цветные пятна а, блядь, с того что это же просто мечта я, по телефону, это же поставил авто у нас кстати можно выбрать качество, да такой не всегда бывает а там, шведский сервер тут не хоть помогает, честно не скажешь такое ощущение, что в Швеции, конкретно твич сервера, знаешь, в икее арендует они там стоят, прям, в торговом зале выясните мимо про икею какие конкретно там ну там чуваки просто находят какие-то смешные названия у этих предметов предмет да все я понял о чем говоришь и там что-то типа вызвать занавески как вы будете брать я пока не знаю я и там не мерить мере померьте да 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 мерить мерить бля пацаны реально я включу вот как она мчать пишет 160 по скорости передать я ебал просто когда ты просто в ухой и на пассажира на пассажирском сиденье сзади сидишь короче высунулся в окно и такой дальше фонтан просто такое ощущение будто сейчас 160 по 60fps выдает потому что в 1080p не 6 но я даю 33 30 fps очень странно у меня на авто вот включается там еще не хорошо может более прикинь может у тебя провайдер до стали играть она прикиньте раньше такие видосы смотрели да я помню пацаны мы друг другу еще по блютуз передавали вообще публика фору и к блютуз мажор тоже пыка порту передавали не по блютуз уже было последствия году 2005 типа в 2002 третьем до передавали то что смотрите а здесь можно настройку . поставить брать низкую задержку я убрал в чем не смысл вообще но типа чтобы у тебя максимум буферизации был минимум то есть ты не ждешь покачать сказал да и как бы сразу это произошло ну для стрим снайпинга удобно с 5 секунд и там вести спины задержки а я вот смотрю когда показаны типа видит показать видеорезолюшн к 8 мисси видео статс и у меня тут показано типа что видеорезолюшн 1080p а у меня он транслируется на вак вак знаешь к чему за два на 592 к чему еще сложно привыкнуть за обратно это очень агрессивного кетчупу то есть когда враги автоматически тебе прирезиниваются на хвост даже если ты сильно от них оторвался просто проезжать через эти даже специально сделано до чтобы всякие типы интрига была колонки до колонки проезжая они они убиваются нет это ты с копами их путаешь разве обычный человек не спадает этот полиция сделано вообще вот в этом не форс пиде мне всегда бесил визуальные гаммы просто я уже говорил в самом начале даже был популярный делать коричневый собственно с этой игры этот тренд и начался почему речь же разве не из первых гирсуфор нет первый гирсуфор был вывозили до выяснили что гирсуфор вышел на год позже ну вот это вот грязно коричневая dark and greedy палитра она большинство игр на мосбоксе в этом году ну пир первое время этого потом даже например в дед спейс такой еще был короче 2 действительно пружи таким нет нет спасибо были очень красивые истории с космос там же очень красиво темно и страшно бля я тут где-то года два назад перепроходил дед спейс сейчас думаю что для его еще раз да не ты один я думаю как минимум диалоги а третью часть сделать вид что ее не было ну просто блин это так тупо сука электроник артис столько пиздатых игр все еще не понимаю почему у нас вич не выпустили трилогию дэдспейса вы или масс-эффекта хотя бы или носите помните такие боевики кэйнон линч да но их делал по-моему их издавал ее делали а ее интерактив которые на но издавайте ей вроде не по-моему ну ладно это я еще посмотрю внезапно убрали горичневую гамму когда появилась полиции сразу картинка стал нормальный и она вернулась тут на самом деле знаешь где фильтра не то есть ты присмотришься в зеркале заднего вида ну в том числе да у кого я говорю вот реально в момент когда полиция появляется это когда убрали коричневый гамму нормальный граф вику хуяка обратно в говно тебя макнули что наверняка есть какой-то фанатский есть я уверен просто тяжело конечно смотрится когда у тебя небо как бы просто как говняного цвета такого разбавленного поноса цвета осень такая дим я часто фотографирую обычно не было такого цвета не бывает ну это у нас в россии не бывает нет она в принципе такого обычно не бывает цвета так вот это будет когда пылевая буря в йемене на заднем плане знаешь там ядерный грибочек а может просто свою гол прошку в говно уронил по лаута микронный слой говна на объективе на гол прошки просто не был давно а так все в порядке хорошая картинка что у нас в городе такое бывает где в сектавкаре я думаю в омске время пылевой бури челябинске ну не знаю чего не похожи дарина пацаны коричневый небо нет это намек на то что здесь типа 8 то есть как бы это это то же самое что блять вот не на или в gta 4 там же тоже самая хуйня просто один в один вот это блять нью-йоркская осень так называемая ну бля но это чисто стилизация да грустно на самом деле что они так сделали ну чё дальше будем играть можно закончить там уже больше чем полтора часа среди у нас завтра утром выйдет в общем-то подкаст для всех пока что он у нас есть на патреоне вот и в общем-то спешите ваших как приемники подписывать да и завтра выйдет 10 завтра тюнис к вечеру так что тоже ждите будет почтом тусить на выходных да подпродать ничего анонсировать не будем пока греха подальше да потому что или завтра ну субботы уже точно не будет но как бы возможно будет завтра да вот так мы всячески постараемся ладно давайте спасибо что смотрели спасибо что донатили пока пока давайте всем счастливо ребят пока